итак для работы нам понадобится различного вида трикотажные клубочки мы можем купить их в магазине либо мы можем нарезать их из старых ненужных вещей которые выбросить жалко и которые можно пустить в дело то есть что мы делаем мы нарезаем на полосочки шириной где-то вот два сантиметра наверно полтора два сантиметра у меня это короткие не длинные вот можно сплошной стараться резать стричь пряжу чтобы было здесь для нас удобней когда клубочки вот именно такими коротенькими полосками далее что нам понадобится нам понадобится либо вот такая булавочка я на такую булавочку изначально делала свою работу начинала когда или вот сейчас решила что можно вообще-то и зажимчик вот такой использовать для того чтобы начать плести коврик начать плести косу здесь у меня 7 вот 7 1 2 3 4 5 6 7 7 полос вот так как вот это вот розовая тоненькая но я ее сделала в два слоя и и что мы начинаем делать с любого места мы начинаем плести обычную тройную ну вот из трех давайте я там буду более наглядно вот взяли вот у нас три в ходу будет давайте вот яркую сторону сделаем вот из этих трех начинаем плести или вот так вот вот они у нас три начинаем плести как обычную косу туда серединку и и сюда вот закинули далее смотрите нам нужно составить плетенку из получившийся вот из получившихся полос то есть вот если вот это идет сверху вот эту мы будем снизу вот это у нас вот это пойдет снова наверх видите она плетеночкой 1 сверху 1 снизу получается и так дальше теперь здесь у нас проложено мы вот эту будем вплетать получается вот она у нас должна пойти снизу вниз теперь вверх вот накладывается на эту полосу теперь она уходит под нижнюю и вот на верхнюю ложится вот у нас получился край теперь что нам нужно сделать нам вот эту вот полосу которая вот она шла нам ее нужно получается вернуть и чтобы она у нас пошла в обратную сторону то есть мы огибаем вот эту крайнюю нижнюю розовую которая она дошла до самого края мы ее обогнули и теперь это пойдет в обратную сторону мы переходим к этой части возможно я неправильно но так как я увидела посмотрела по бабушкиному коврику я так поняла я объясняю не по педагогически а так как понимаю вот крайняя у нас идет с этой стороны мы начинаем закидываем сверху потом она у нас уходит на низ сейчас снова сверху закидываем и снизу снова сверху и вот она у нас вышла с краю теперь с краю нам нужно обвить вот этой розовой и розовая пошла в обратную сторону это осталось теперь крайнее далее ориентироваться можно потом уже когда начнете плести там уже лучше сориентируетесь но вот на начальном этапе я начала ориентироваться вот по крайней вот по этой по 1 начинаем сверху ее положили ну как плетенка на низ наверх на низ снова наверх и вот они у нас краю опять вот это получается крайняя переходит уже оплетает и в обратную сторону она пойдет у нас теперь у нас вот это ушла она у нас вот получается прошла полностью все полосочки теперь у нас здесь вот такая вот полосочка нам ее нужно перевести сюда итак мы накладываем получается тут уже нам видно если здесь вот прямая идет то нам нужно ее на нее накидывать здесь снизу снова сверху снизу здесь сверху дошли до края обвиваем и теперь у нас бирюзовая полосочка пойдет в обратную сторону ее сменит вот эта серенькая далее переходим снова к этой части теперь у нас серая полосочка путешествовать пойдет сверху снизу сверху снизу бывает запутаешься но так как вот они могут просто перепутаться полосочки и там уже видно вот если допустим они вот так вот легли то сразу ясно что здесь полоска идет сверху и здесь она уже не может снова сверху и легко в общем-то разобраться что потому как идут полосы что плетеночкой укладываем он дошла это бежевая до края и серенькая будет путешествовать вот они получается уходят вот она вот по бирюзовая если смотреть вот она ушла сюда теперь она пойдет до этого края и так до конца будет идти конечно плести особенно сначала ну тяжеловато спина устает времени много затрачивается я считаю что на такую работу заманчиво затягивает когда вот плетешь плетешь и видишь что она получается в общем то я особенно когда задашься целью что вот хочешь какую-то красоту создать то тогда особо приятная работа получается и сейчас немного погодя я покажу как меняю одну полосу пряжи на другую можно использовать пряжу абсолютно разную можно использовать хлопок у нас у бабушки коврики конечно же были в то время трикотажа не было поэтому коврик у нее сплетен больше из хлопковой из хлопковых тряпочек и он вообще-то не тянется это так как из трикотажных он сразу можно посмотреть что он даже в косичке в такой он пружинит и вот мы дошли заканчивается у нас бирюзовая полосочка и что я буду делать у меня подготовлена вот все такая полосочка здесь дырочка и здесь тоже отверстие смотрите как более правильно как более удобно сделать это потому что я видела но не совсем правильно сначала делала смотрите мы проталкиваем получается вот этот у нас это тесемочка полосочка это у нас прошла через отверстие сейчас мы будь здорово сейчас мы вот в это отверстие должны вставить кончик нашей полосы нашей но нашей пряжи так скажем так как мы плетем вот смотрите вот когда они у нас вот здесь вот эти кончики вот один должен смотреть вот сюда а другой должен смотреть вот сюда вот тогда она у нас она у нас ровненько и здесь не образуется узелочка то есть что вот от этой пряжи сюда хвостик смотрит а вот этой он сюда идет и они так ровненько гладенько ложатся вот так мы плетем косу а сейчас я вам покажу сколько у меня уже сплетено вот это я плела два дня ну можно сказать почти что не отходя так как были в гостях у мамы и как раз вот там я начала изучать такую технику очень давно смотрели на бабушкин ковер смотрели ну и тут уже не удержалась мама в очередной раз напомнила что вот неплохо было бы научиться плести что как-то вот бабушка плела из косичек но я даже в деревню ездила и там у более старшего поколения у бабушки спрашивала она мне показывала но я так и не поняла но это было более пяти лет назад и вот только сейчас у меня дошли руки и все-таки я воплотила в жизнь ну можно сказать мечту мамы которую вот что она хотела но мечта не мечта но желание и повторить коврик который вязала бабушка еще давным давно и у меня связано сплетена 19 метров и я взвесила это полтора килограмма вот этой косы этой плетенки коврик будет выглядеть вот таким образом я хочу его сделать овальным я сплету косичку а потом отдам маме и она будет сшивать уже как бы вот задавать форму какую мне хочется и какого размера нужно коврик такого и буду плести но пока у меня еще много пряжи много пряжи вот заготовленной и поэтому мне еще плести и плести я приблизительно посмотрела нам по на где-то должно понадобиться где-то метров 20 25 метров у меня всего еще 19 поэтому еще немного времени и отдам маме уже в ее цех для того чтобы она создала готовый коврик и тогда уже покажу вам готовый результат